Семен Иванович Дежнев, русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири, казачий атаман, торговец Пушниной, первоизвестный мореплаватель, прошедший по Берингову проливу, соединяющему Северный Ледовитый океан с Тихим и разделяющему Азию и Северную Америку, Чукотку и Аляску, причем сделал это за 80 лет Давидуса Беринга. В 1648 году примечательно, что Берингу не удалось пройти весь пролив целиком, а пришлось ограничиться плаванием только в его южной части, тогда как Дежнев прошел пролив с севера на юг по всей его длине. Биография родился в Великом Устюге, в каком возрасте попал в Сибирь не установлено. В Сибири Дежнев сначала служил рядовым казаком с 1635 года в Тобольске, а затем в Инисейске. Среди больших опасностей 1636-1646 годов смирил Якутов из Инисейской он с отрядом П. И. Бекетова в 1638 году перешел в Якутский острог, только что основанный по соседству с еще не покоренными племенами инородцев. Уже в 1639-1640 годах Дежнев приводит в покорность туземного князя Сахея. В 1639 году был послан якутским приказчиком П. Хадыревым на велюй для сбора ясака. В августе 1640 года Дежнев примирил два якутских рода на реках Татэ и Амга и склонил к уплате ясака воинственного князца племени кангаласов Сахея. В 1641 году Дежнев с партией в 15 человек собирает ясак на реке Янии и благополучно доставляет его в Якутск. Выдержав по дороге схватку с шайкой в 40 человек, в том же году вместе с Михаилом Стадухиным Дежнев отправился в поход на Амикон для сбора ясака. В апреле 1642 года в стычке с воинственными ламутскими тунгусами, как и многие другие казаки, был ранен. Потеряв лошадей, отряд попал в тяжелое положение, пришлось построить судно. Когда саша улет, казаки спустились вниз по Амикону и продолжили искать неосачных людишек в низовьях Индигирки. Но там сборщиков ясака уже было предостаточно, поэтому отряд отправился дальше на восток и дошел до реки Алазей. Здесь им встретился отряд такого же землепроходца-десятника Дмитрия Михайлова по прозвищу Ярила Зырян. Дежнев вновь проявил свой дипломатический талант, уговорив Зыряна соединиться с отрядом Стадухина под его началом открытия Колымы. Летом 1643 года Семен Дежнев в составе отряда землепроходцев под командованием Михаила Стадухина открыл реку Колому. Казаки поднялись вверх по реке и основали Колымское зимовье, позже ставший крупным острогом Среднеколымск, опорным пунктом русской колонизации в этих местах. В 1644 году Дежнев основал еще один острог, названный позднее Нижнеколымском. В 1645 году Стадухин и Зырян с Ясаком и половиной людей отправились по реке Лени в Якутск, оставив в Колымском острожке Дежнева еще 13 человек. Дмитрий Михайлов с дороги вернулся обратно, а между тем Дежневу пришлось отразить нападение более 500 юкагиров, хотевших уничтожить малочисленный гарнизон Острожка. На Колыме Дежнев прослужил до лета 1647 года. Летом 1647 года корабли вышли в плавание, но крепкие льды закрыли им путь. Федот Попов и Семен Дежнев возвратились на Колыму и стали дожидаться более благоприятного для похода времени. Чукотская экспедиция. 20 июня 1648 года Федот Попов и Семен Дежнев на кочах вышли в море. Три коча сразу потерялись в буре при выходе из устья Колыма в ледовитый океан. Оставшиеся неуклонно пошли вперед. В августе 1648 года пошел ко дну еще один коч. Около 20 сентября 1648 года Дежнев и его спутники увидели темный и грозный большой каменный нос окаймленный полосой пенных бурунов. Мимо носа прошли лишь три судна – два кочи Дежнева и Попова и один – Герасима Анкудинова. Судно Дежнева разбилось в Алюторском заливе южнее устья реки Анадырь. Отряд Дежнева на лыжах и нартах десяти недель через Корягское нагорье добирался до реки Анадырь, где он и зазимовал. Летом 1649 года на построенных лодках Дежнев поднялся вверх по Анадырю на 600 километров. Тут на среднем течении реки Анадырь было устроено зимовье, названное потом Анадырским острогом. На верхнем течении Анадыря русские встретили кочевых анаулов, незнакомое им юкагирское племя. Только на третий год к Дежневу пришло подкрепление, но это была не смена. Казак Семен Мотор искал сухопутную дорогу между Калым и Анадырем через горный проход. Он то и выручил Дежнева. Этим путем более удобным, нежели морской, воспользовался и Дежнев. Для отсылки в Якутск собранной моржовой кости и пушнины. Дальнейшая судьба. В 1659 году Семен Дежнев сдал команду на Донадырским островом и служил ими людьми сменившему его к Иванову, но оставался в крае еще до 1662 года, когда вернулся в Якутск вместе с Ирастовом. Оттуда Дежнев с государевой казной был послан в Москву, куда и прибыл, вероятно, к середине 1664 года. Сохранилась Челобитная Дежнева о выдаче ему жалования, заслуженного им, но не полученного, за 19 лет, что и было исполнено. В 1665 году Дежнев выехал обратно в Якутск и там служил до 1670 года, когда снова был послан с государевой казной в Москву, куда явился в 1672 году, где и умер. Дежнев составил чертеж реки Анадыри, части реки Анюй, в Челобитных описал плавание по Анадырю, природу Анадырского края, память, его имя носят, мыс, который является крайней северо-восточной оконечностью Азии, остров в море Лаптевых, залив, полуостров Ледник, на острове Октябрьской революции, архипелага Северная Трехъемля, село. В его честь названы улицы в следующих городах, в Москве, назван в 1964 году, в Великому Сиге, в Красногорске, в Казани, в Хабаровске, в Минске, в Киеве, в Днепре, в Запорожье. В 1948 году Советом министров СССР учреждена премия имени Азы Дежнева. В 1970 году дальневосточные ботаники Ю, Юрцев и Акожевников собрали на Чукотском полуострове гербарные образцы маленького растения с голыми стелющимися побегами. Растение относится к роду селезеночника по некоторым морфологическим отличиям было выделено в 1972 году С. Харкевичем в отдельный эндемичный вид под названием селезеночника Дежнева. Памятники в центре Великого Устюга. В 1971 году Дежневу установлен памятник. В сентябре 2005 года в Якутске был открыт памятник Семену Дежневу, его жене Якутке Абакая и Десючу, их сыну любимому. В 1971 году был спущен на воду ледокол Семен Дежнев. Имя Семена Дежнева носил пассажирский теплоход Амурского речного пароходства. В 1983 году на экраны вышел фильм «Семен Дежнев», снятый на Свердловской киностудии с Алексеем Булдаковым в главной роли. В 2001 году Банком России в серии памятных монет «Освоение и исследование Сибири» выпущена монета «Экспедиция в Попово ЕС». Дежнева номиналом 100 рублей в Новосибирске есть командное речное училище имени С. И Дежнева открыта 2 апреля 1943 года для подготовки специалистов со средне-специальным образованием для западно-сибирского речного пароходства. В 2009 году была выпущена почтовая марка России с изображением Дежнева, сочинение отписки Семена Дежнева о походе на Надырь, записки русских путешественников 16-17 веков М. 1988 С. от 393 до 411. Продолжение следует...